Желаю здоровья, уважаемые украинцы. Сегодня в Риме. Как всегда, с такими визитами есть результат. Сегодня мы стали крепче. Встретился с президентом Италии и главой Совета Министров. Это политический уровень встреч. Услышал, что Италия продолжит поддержку Украины настолько, насколько нужно, чтобы нам выстоять и защитить своих людей, свою территорию. Согласовали с Джорджей, госпожой премьер-министром, наши новые совместные оборонные шаги. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты неба. Есть хорошие вещи, которые мы сделаем вместе для защиты на земле. Договорились об оружии и ПВО. Как Джорджа правильно сказала, когда мы в Украине защищаем свободу и нашу жизнь от российских бомб и ракет, от террора, мы отдаляем войну от остальной Европы. Сегодня российские убийцы забрали жизни еще одного украинского ребенка. Девочки. Ей не было и 16 лет. Ее звали Надежда. Погиб также мужчина. 64 года ему было. Простые, обычные люди из обычного города Константиновка на Донбассе. Мои соболезнования их родным и близким. Это был российский удар реактивной артиллерии. Просто по улицам, по домам, магазинам, по аптеке и складу. Так воюет Россия. Артиллерией против обычных улиц, против любых людей. Детей или взрослых, мужчин или женщин. И это можно остановить только сильным оружием, которым наши воины могут изгнать зло агрессии. Изгнать, чтобы Кребль не мог распространить агрессию и на другие народы Европы. Сегодня я имел честь лично поблагодарить Рим, всю Италию, госпожу Мелани и каждого и каждую в итальянском политическом классе, кто честно отвечает на существующую угрозу всему нашему европейскому образу жизни. Познакомился с папой римским Франциском. И это был разговор, который действительно может повлиять на историю. Действительно может помочь остановить зло агрессии. Я рассказал о преступлениях, которые совершили российские оккупанты против наших людей, о депортации украинских детей. Неизвестно даже точное количество, скольких детей Россия украла из Украины и прячет от родных, от Украины где-то там, на чужбине. Попросил его святейшество помочь вернуть наших детей домой в Украину. Рассказал и другие пункты нашей формулы мира, кроме возвращения всех депортированных и пленных. И верю, что воля и искренность его святейшества могут приблизить реализацию нашей формулы мира. Могут приблизить справедливый, честный мир. Вечером об этом из Рима я говорил с президентом Южноафриканской республики. Говорил о формуле мира, о справедливости, о том, что наш мир должен быть объединен правилами международного права. Каждый, кто будет помогать агрессору оружием, будет соучастником со всеми вытекающими отсюда последствиями. Призвал господина президента присоединиться вместе с другими странами мира, всех континентов, Африки, к совместной работе по реализации нашей формулы мира. К слову, Италия сегодня совершенно четко поддержала все пункты украинской формулы мира. Я благодарю вас за это. Есть сегодня и совместная декларация с Италией. Все важные вещи. Евросоюз. Италия поддержала начало переговоров в 2023 году. Правильные и своевременные сигналы касательно НАТО. И еще одно. Особенно благодарен всем тем людям, которые были на улицах Рима с нашими украинскими флагами, которые встречали украинскую делегацию с открытым сердцем и искренней доброй эмоцией. Италия всегда должна быть на стороне добра, чтобы добро оставалось в Европе. Вива Италия! Слава нашим воинам! Слава нашим воздушным силам и всем бойцам ПВО других видов и родов войск! Слава Украине! Слава Украине!